здравствуйте зрители подписчики моего youtube канала это видео показано о так называемом Касопе в древнем греческом городе на территории Эпира там расположены ну там остатки стен и фундамента сложены из гигантских блоков иногда встречается полигональная кладка иногда встречается просто ну почти что циклопические блоки я первый скажу что древние греки все это сооружение называли якобы что якобы это работа древних гигантов циклопов одноглазых и что они это все не строили то есть для древних греков все сооружения арголиды все сооружения мекенской цивилизации все сооружения в аркадии и других местах древней греции где блоки размером с человека и больше чем человек а если они все это нас называли циклопическими стенами и из согласно их верованиям это все пост было построено гигантскими церкви гигантами циклопами и это не их рук дело кто его как оно было на самом деле можно сказать только машина времени чтобы я тут не сказал и чтобы не сказала официально наука это все как говорится вилами по воде писано даже все официальные научные гипотезы и все что написано в книгах по истории тоже в принципе как бы вилами по воде писано и только может машина времени дать ответы на все вопросы то есть неважно что я говорю неважно что говорит учебники по истории это все не более чем гипотеза а кто построил например эти стены в этом косопое городе в эпире то его знает и только машина времени может дать ответы на все вопросы я немножко копнул версию про циклопов так тоже это такие и оказалось что циклопизм это признак мутации эмбрионов под воздействием очень высокой радиации то есть когда рождается ребенок с одним глазом циклоп это возможно под очень сильным воздействием радиации на плод ребенка на на его мать например ли на самого рину на при рождении самого ребенка на зарождении самого ребенка в утробе матери утроба матери ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также я еще помимо этого немного откликнусь, узнал, что когда рождаются двоняшки, мальчик и девочка, например, одинаковые, или два мальчика, или две девочки одинаковые, это признаки искусственного оплодотворения. И я вот узнал, что все древние полубоги, согласно официальной версии, они почти все были двойняшки, что в шумерской мифологии, что в древней греческой мифологии, что в других древних мифологиях древних народов, там очень часто вспоминаются полубоги, так называемые там гиганты, там великаны, и они в основном все были, ну, многие из них были двойняшки, например, брат и сестра двойняшки. И оказалось, что это все признаки искусственного оплодотворения яйцеклетки. Все остальное дальше по этому древнему городу в Эпире, Косоке, вы увидите дальше видео. Я могу сказать, что Эпир имеет очень древнюю историю. Не могу упомянуть так называемого эпирского царя Пира, согласно его войне с Римом и одной из его так называемых пировых побед, когда он воскликнул, что еще одна такая победа, и я останусь без армии, что означает победа равносильное поражению. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот чем особенно запомнился именно этот Эпир. Все остальное вы увидите дальше видео об этом городе Экосоке. Спасибо за ваш просмотр. Спасибо всем, кто помогает моему Ютубу-каналу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА